Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. В этом видео попробуем рассмотреть вопрос импорта и экспорта T-Spline поверхностей из Fusion и во Fusion. Дам ссылочку потом на форум Autodesk. Здесь описывается некоторый способ, я тоже рассмотрю в этом видео. Собственно, здесь рассматривается вопрос взаимодействия Fusion и Rina. Итак, я это все оставлю под видео. Для начала давайте во Fusion я создам какой-нибудь примитив, например, сферу. Давайте не сферу, давайте цилиндр. Создам здесь цилиндр с помощью твердотельной операции. ОК. Далее перейду в Create Form и создам, ну, например, Quad Ball. Денем здесь. ОК. Каким-то образом немножко все это так модифицирую, чтобы было нагляднее. Нажму ОК. Finish Form. Мы получили два вот таких вот тела. Видим, что они обозначились как Body1 и Body2. Далее я предлагаю перейти по ссылке. Ссылку я оставлю под видео. Из GitHub'а скачать zip-файл. Здесь находится приложение, его нет в App Store. Ну, а вот есть здесь, как его установить. Ссылку я тоже оставлю под видео. Здесь подробная инструкция, как это сделать. Я, в принципе, сейчас все это продублирую. Когда вы скачаете, у вас получится вот такая вот папочка, zip-архив. Вы открываете, кликайте. И здесь есть папка t-spline-body-doorway. Вам нужно ее копировать и вставить в вашу папку. Давайте перейду в Tools. Вот здесь откроем. Вот, add-ins, create. В данном случае, вот я здесь выделю. Здесь у меня вот такой путь получается. Имя пользователя. Autodesk, Autodesk Fusion 360, API, add-ins. И вот в эту папку необходимо вставить ту папку, которую мы скопировали. То есть, это будет выглядеть вот так. API, add-ins. И здесь находится вот та самая папка. После добавления этой папки сюда, во вкладке Utilities, у нас появятся вот такие два инструмента. t-spline-body-import и export. Попробуем проэкспортировать все это. Появляется диалоговая менюшка. И, как видим, здесь для экспорта доступен только body1. Выберем экспорт и выберем body1. Экспортируем его, например, в папку. И далее импортируем его. Отключу все тела. Да, но тут какая-то небольшая неразбериха произошла. Не знаю, возможно, связанная со скриптом. Либо body1 это название, которое присваивает ему это приложение. Потому что body1 это body2. То есть вот мы видим, что крайнее тело, которое мы сюда импортировали, это та самая t-spline-поверхность, которую мы экспортировали. Но вот такая непонятка с именами. Да, обращайте на это внимание. Не обижайтесь. Также мы можем перейти в Solid, например, перейти в Create Form. И вот во вкладочке здесь Insert, выбрать Insert T-spline. И как раз выбрать ту самую поверхность с расширением TSM. Вот мы выбираем, открываем. И имеем вот эту самую поверхность здесь. Так, мы рассмотрели, в принципе, finish form. Вот у нас все эти поверхности находятся. Эти tools всегда будут находиться здесь. Эти приложения достаточно удобно. Итак, есть еще один способ. Перейду в Solid. Так, я удалю все лишние тела. Хотя, наверное, даже оставлю. Посмотрим. Итак. Единственное, что я сейчас их сдвину. Все немножко. Чтобы было понятно, что они здесь все присутствуют. Окей. Итак, далее мне нужно сохранить сначала все это. После сохранения я могу сделать экспорт. Выбираю вот, собственно, Fusion F3D формат. Выбираю папочку, куда я хочу это сделать. Так, да. Все правильно. И нажимаю экспорт. Show in Explorer. И вот мы видим, здесь у нас такой наш файл сохранился. Есть такая интересная особенность. Если мы берем расширение F3D и введем здесь zip. F3D, да. Появляется папочка. Мы можем открыть. И вот если пройдем внутрь этой папки. Тут есть папка t-splines. И мы видим здесь три вот такие вот файла с расширениями TSM. Я их скопирую. Подниму вот на этот уровень. Перейду во Fusion. Опять-таки во вкладке insert этого нет. Нужно переходить в create form. И вот уже здесь сделать insert splines. Как раз вот сейчас эти три т-splines поверхности мы здесь наблюдаем. Либо можно с помощью tools import. И точно так же я сейчас выберу три эти t-splines файла. Открою их. Окей. Ну, как будто бы ничего не изменилось. Но давайте посмотрим. Просто у них те же самые координаты, я так полагаю. Да. Вот они все здесь на месте. Окей. Окей. Да, вот такая особенность. Получается единственное, что они все прилепились в нулевую координату. Даже не знаю, как это характеризовать. Но здесь надо разбираться с тем, в какие координаты они будут вставать. Вот. Ну, такая возможность импорт-экспорт-экспорт-экспорт-экспорт-экспорт-экспорт. Мы сюда вставляем. Итак, если мы используем утилиту t-spline-body-import, вот это вот. Тут есть такая особенность. Если мы находимся в режиме прямого моделирования без истории, и пытаемся использовать это приложение, он скажет, что нам нужна история. Поэтому ее необходимо сюда вернуть. Далее можно импортировать t-spline-поверхность. Ну, в данном случае это преобразовало все в тело. Мы видим в таймлайне здесь t-spline-тела. Можно правой клавишей по нему кликнуть и нажать edit. Есть такой вариант. Также мы можем перейти после вставления этого файла в режим прямого моделирования, отключить историю. И у нас в браузере появляется автоматическое тело и t-spline-поверхность. Также, если мы хотим сразу перейти в режим редактирования, так, верну обратно историю, перейду в solid, проставку create form. И здесь выберу insert, insert t-spline. То вот мы имеем вставленную t-spline-поверхность, которую мы можем сразу начать редактировать без дополнительных каких-то действий. Но также мы видим в таймлайне base feature и вот наш t-spline-поверхность созданную. На этом я все-таки видео закончу. Я вставлю его к записанной ранней части. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч.